книга открытым оком том 1 тема вера вопросы 22 человек соблюдал все заповеди кроме первой будет ли ему снисхождение в аду отвечает игнатий тихонович лапкин матфея 22 35 цитата и один из них законник искушая его спросил говоря учитель какая наибольшая заповеди законе иисус сказал ему возлюби господа бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всем разумением твоим сия есть первая и наибольшая заповедь 2 же подобный ей возлюбие ближнего твоего как самого себя на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки любовь к богу есть на первейшая и главная заповедь нарушив которую адам потерял рай евреям 11 6 цитата а без веры угодить богу невозможно ибо надобно чтобы приходящий к богу веровал что он есть и ищущим его воздает марка 16 16 цитата кто будет веровать и креститься спасен будет а кто не будет веровать осужден будет неверующему кажется что быть добрым интеллигентным главное главное чтобы быть глубоко порядочным никого не обижать заботиться о благе ближнего быть хорошим как коммунист или депутат на трибуне убога иная мерка нашей праведности деяния 4 12 цитата ибо нет другого имени под небом данного человеком которым надлежало бы нам спастись исайя 64 6 цитата все мы сделались как нечистый и вся праведность наша как запачканная одежда и все мы поблекли как лист и беззаконие наши как ветер уносит нас нас должно интересовать мнение божие его слово а не то что скажет человек иоанна 12 48 цитата отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе слово которое я говорил она будет судить его в последний день если слово его будет судить нас то ясно же что не мнение грешных или самоправедных людей должно нас интересовать в аду снисхождение нет никому там огонь и вопль во веки веков бесконечно в аду нет утешения лука 16 с 23 по 24 стихи цитата и в аде будучи в моках он поднял глаза свои увидел вдали авраама и лазаря на лоне его и в запив сказал очи аврааме умилосердись надо мною и пошли лазаря чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой ибо я мучаюсь в пламени сем откровение 14 11 цитата и дым мучения их будет восходить во веки веков и не будут иметь спокоя ни днем ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его за нарушение главной заповеди и наказание самое самое великое человек добровольно добровольно отрекся от бога который есть любовь милосердие радость прощение щит и благословение бог насильно никого не берет в рай 2 коринфянам 5 10 цитата ибо всем нам должно явиться предсудилище христова чтобы каждому получить соответственно тому что он делал живя в теле доброе или худое псалом 6 6 цитата ибо в смерти нет памятования о тебе во гробе кто будет славить тебя покаяться надо сегодня чтобы бог дал милость веровать в него и исполняться духом святым а не думать о некоем облегчении в аду ад сотворен не для человека евреям 3 15 цитата доколе говорится ныне когда услышите глаз его не ожесточите сердец ваших как во время ропота